Патрульная служба продолжает серию репортажей о беженцах, которых приютила столица Верхневожья. Тамара и Виктор Абрамова приехали в Тверь из Артёмовска. Именно за этот город сейчас идут ожесточенные бои. Ужас, который все надеется, тебя не коснется. Но нас коснутся в полной мере и в 100 град больше. То, что телевидение было заполнено отдалками всевозможными, выступления офицеров, город наш будет целый. Артёмовск, беда не коснется, коснулась. Дом, в котором жила семья Абрамовых, разбомбили задолго до того, как название города Артёмовск услышали россияне. Российская армия была далеко тогда от Артёмовска. Ракета прилетела с украинской стороны. Ещё я видел... Это ваш дом? В наш дом, да. Накануне этого, я могу предположить, накануне за сутки, за двое над нашим домом прошла серия шесть Хаммерсов. Ночь. Тома ещё говорит. А звук, если отдельную ракету пустить, отдельную, это точно как истребитель прошёл. Заметим, в доме жили только гражданские. За что же целились в мирных людей? Чтобы списать эти потери и руины на российскую сторону. После каждого массированного обстрела приезжали корреспонденты. Пресса. В бронежилетах, на каске, пресса. В том числе и иностранные. Конкретно... Ты с кем разговариваешь? С французской. С французской. Была корреспондент с Францией. С французской. Они всё снимают и, естественно, выставляют в нужном им свете. Мы звонили родственникам на западную Украину и говорили. У нас разрушение. Свои бьют, говорю. Ну, мы находимся на территории Украины. Нас защищает, захищает украинская армия. А зачем она бьёт по своим? Нам отвечали. Вы глупости нам не говорите. Такого быть не может. Такого быть не может. Родные. Родные, которые не верят. Не верят. Родственники не верят. А ещё на глазах родных Абрамов в АХВСУ расстреляли их близкого человека. Рассказ очевидцев. Продолжение в следующем выпуске патрульной службы. Я говорю только то, только то, в чём уверен и что я почувствовал на своей шкуре, и что я знаю.